Он хорошо разбирается в налогообложении, поможет собрать пакет документов и зарегистрировать. Компанию в Украине презентовали первого робота-юриста. Стоит ли сотрудникам юридических фирм опасаться нового конкурента, узнавала наша съемочная группа. Такой сотрудник – мечта любого работодателя. Он не болеет, не ошибается, не отлучается на обеды и не просит повышения зарплаты. Над его сознанием работали маркетолог, психолог и писатель-фантаст. Его зовут Бот, и он уже готов приступить к работе в любой юридической компании Украины. Чтобы нанять робота-юриста на работу, необходимо зайти на сайт разработчика и заплатить один биткоин. Это цена помощника за год. В денежном эквиваленте она составляет 770 долларов. Взамен компания получает виртуального специалиста. Он представляет собой чат, в котором клиент общается с искусственным интеллектом. В ходе общения Бот отвечает на вопросы заказчика, оформляет заявку и передает информацию руководству. Поэтому Бот станет помощником, который возьмет на себя шаблонную рутинную работу. А люди в это время смогут заняться более серьезной работой. Это очень ценный инструмент для юридического бизнеса. Продукт адаптирован под украинское законодательство. Но в силу схожести украинского законодательства с законодательством стран СНГ, это может быть актуально и на соседних рынках. Пока Бот умеет проводить только одну юридическую процедуру – регистрировать бизнес. Уже в ближайшее время разработчики обещают расширить его функционал. Эксперты уверены – через 5-6 лет роботы-юристы отберут хлеб у дипломированных специалистов. Вы уволены! К чему это приведет? К сокращению количества юристов, ну скажем, неквалифицированных юристов, которые делают, скажем, вот такую текущую монотонную работу. Когда собственники юридических фирм поймут, что качество бота будет соответствовать выполняемой людьми работой, но будет стоить дешевле, тогда они купят боту. Разработчики посчитали – отдав предпочтение боту вместо обычного специалиста, компания может сэкономить больше 2000 долларов в год, а клиенту услуги робота обойдутся почти в 4 раза дешевле. У бота хорошее чувство юмора. Когда его спросили, кто он – мужчина или женщина, бот ответил, что не относится ни к какому полу, но общаться предпочитает с женщинами. А на вопрос, кто за него отвечает, бот ответил, что он независимый, как Украина. Анна Паначук, Михаил Мишенко. Специально для Хабар 24. Киев. Украина.